Здравствуйте! На Тюменском времени программа «Объективные итоги недели». Одним налоги понизить, другим повысить. Если вкратце, это главный итог прошедшего заседания областной думы. Почему были приняты эти решения? Когда наступит эффект от налоговых послаблений? И какие уроки из истории мы готовы усвоить? Об этом мы не только поговорим с гостями программы. Ульянов Владимир Ильич окончил факультет правоведения Свердловского юридического института. Работал в органах прокуратуры Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургута. С 92-го года председатель Тюменского областного совета народных депутатов. С 94-го директор Центра стратегии регионального развития Тюменской области. В 2000-х работал в полупредстве УРФО, главный федеральный инспектор, а затем в правительстве Тюменской области. На момент избрания депутатом Тюменской областной думы советник губернатора области, кандидат юридических наук. Артюхов Андрей Викторович окончил Ленинградский политехнический институт, затем аспирантуру вуза. С 86-го года работал в Тюменском индустриальном институте, возглавлял Новоуренгойский филиал. С 98-го года занимается политической деятельностью. Становится председателем Думы Ямало-Ненецкого округа, затем заместителем губернатора Тюменской области, а после работает в Совете Федерации. С 2007-го года депутат Тюменской областной думы, кандидат технических наук, доктор социологических наук. Секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия». С гостями мы встретимся чуть позже, а теперь наш первый сюжет к теме. Это даже не предварительное обсуждение проекта бюджета, но всем понятно, доходы и расходы области в ближайшие несколько лет будут напрямую зависеть от принятых сегодня решений. Много вопросов касается налогов, которые наполняют региональную казну. К примеру, на прибыль, имущество и, наконец, транспортный налог. Инвесторы их вновь будут платить не полностью. Самый главный критерий для бизнеса – это то, чтобы создавать рабочие места. Если даже мы не получаем из каких-то предприятий налог, но оно работает, люди получают зарплату, их семьи живут, то есть люди могут брать кредиты. Поэтому лично я голосовал за. Конечно, их применять надо для тех предприятий, которые в стадии становления достроятся, например. Я считаю, что надо более дифференцированно подходить к льготному налогообложению. Именно такой подход будет применен при переходе Тюменской области на новую систему имущественного налогообложения физических лиц. Она позволит ввести в региональную базу доходов свыше 120 тысяч новостроек. Предварительные оценки такие, что это не о десятках, а о сотнях миллионах рублей дополнительно в доход Тюменской области. Это большое подспорье для местного бюджета. Мы говорим о ремонтах дорог, детских садов, школ и так далее. Это большой доход пойдет и в бюджет Тюменской области, в бюджет муниципальных образований. Кадастровая стоимость заменит инвентаризационную уже в январе 2018-го. Только платить справедливые налоги в полном объеме жители региона начнут не сразу, а лишь в 2023 году. Да и то не все. Решением Думы с подачи правительства предусмотрены льготы. Каждый налогоплательщик имеет право воспользоваться налоговым вычетом. Размер вычета примерно таков. По квартире это 20 квадратных метров, по жилому дому это 50 квадратных метров. То есть это тот, скажем так, метраж вашей собственности, который налогом облагаться не будет. На льготы в следующем году смогут рассчитывать и некоторые автовладельцы. От транспортного налога освобождены пенсионеры, малоимущие и те, под капотами машин которых скрывается не больше 100 лошадей. Снижение планки в полтора раза, по мнению ряда депутатов, допустимо, но преждевременно как минимум много. Население абсолютно об этом не говорили, не собирали. Не было площадок по обсуждению введения или отмены данной льготы. Сегодня мы об этом сказали. И вот если мы в течение года обсудим, выслушаем все стороны, мы, по крайней мере, донесем до населения, что планируется закон быть принят. Данная льгота будет отменена для водительцев от 100 до 150 лошадиных сил. Конечно, это будет не так критично воспринято. Впрочем, уже сейчас большинство понимает, дополнительные доходы бюджета позволят заметно улучшить ту же транспортную инфраструктуру региона. Здравствуйте, Андрей Викторович, здравствуйте, Владимир Ильич. Добрый день. Добрый день. Ну, пожалуй, это одно из самых показательных заседаний областной думы, поскольку оно вызвало шквал эмоций в интернете. То есть можно зайти на любой сайт, везде обсуждают решения, которые приняты были минувший четверг. Владимир Ильич, начнем по порядку. Налог для предприятия, о чем говорили депутаты. То есть сумма выпадающих доходов была, во всяком случае, озвучена около 5 миллиардов рублей, даже свыше. Я назову только всю одну цифру, чтобы было все понятно. То, что мы предоставили в качестве налоговых льгот предприятиям, которые развиваются, строятся, которые просто не могут пока иметь прибыль, в силу того, что затраты идут на строительство и самого предприятия, и на оборудование. Оборудование, да. Андрей Викторович, то есть я так полагаю, что вот эти меры, они будут продолжены и в дальнейшем? Они будут продолжены, но все это очень индивидуально. Мы также получили полное разъяснение от правительства Тюменской области, как какое предприятие сработало, сколько там появилось новых рабочих мест, какие у них отчисления в бюджет, бюджеты разных уровней, и вообще как оно развивается. И повторяю, одни предприятия у нас переходят из года в год, а другие исчезают, появляются новые предприятия. Но смысл всего этого один – помочь становлению, прежде всего становлению предприятию на этапе его вот именно начала деятельности, самый трудный период, когда оно начинает работать, льготы мы все либо сокращаем постепенно, либо отменяем. То есть это очень такой рациональный подход для поддержки, государственной поддержки развития промышленности малого-среднего бизнеса. Это как ребенок в семье. Мы же с ребенком не имеем доходов до того, как он не начнет работать. Мы вкладываем здоровье в образование, а потом только ждем от него уже помощи. Ясно, Владимир Ильич. То, что вызвало наибольший, скажем так, наибольший поток эмоций и в то же время дискуссий. Все, что связано с имущественным налогом. Страхи преувеличены. Почему? Потому что, во-первых, что такое нетрадиционная стоимость и есть стоимость кадастровая. Кадастровая, конечно, будет стоимость выше. Там сложная процедура подсчета идет. Это в зависимости от местонахождения, наличия школ, благоустройства, дороги и так далее. По каждому из территорий по городу Тюмени у нас есть такая раскладка и расчеты. Что предполагается? Полагается, что собственник, прилив кадастровую стоимость своего строения, свое имущество, имеет право, если он не согласен, обратиться в комиссию при Департаменте имущественных отношений Тюмениской области о снижении и установлении, на его взгляд, соразмерного налога. Если и здесь решением не удовлетворен, он обращается уже в суд и там доказывает свою правоту. Но это не означает, что с 1 января 2018 года все понеслось. Отнюдь нет. Во-первых, оплата пойдет на 1 декабря, то 1 декабря 2019 года. Затем мы предусмотрели и предусмотрело федеральное законодательство ряд послаблений серьезных. Первое послабление – это то, что мы ввели первый год 20%, второй год 40%, третий 60%, четвертый 80%, только на пятый год – это будет полная оплата налога. Далее, второе, самое основное. Налоговый кодекс, статья 407, предусматривает освобождение от оплаты. Кто отсюда вошли? Пенсионеры. Мужчины 60 лет и старше, женщины 55 и старше. То есть они полностью освобождаются от налога. Если у них одна квартира или один дом. Если две квартиры, тогда одна квартира облагается налогом, другая квартира не облагается налогом. Если два гаража, один гараж облагается, один не облагается. То есть пенсионер или то лицо, которое имеет льготу, там же дети-сироты, дети-инвалиды, они, если имеют квартиру-гараж, они ничего не платят. То есть это надо тоже учитывать, бесспорно. Будут платить те, кто способен и кто имеет возможность оплачивать. Далее, следующий момент. Мы предоставили право органа местного самоуправления устанавливать предел от 0,1% до 0,3%. 0,3% самый высокий. То есть здесь муниципалитет сам решает, какую позицию занятия можете каждый год скорректировать. Далее, то, что сказал Михаил Таранов на седании Думы, что налоговый вычет – это 20 квадратных метров не облагается по квартире, 10 по комнате, если у тебя одна комната, и 50 квадратов по жилому дому. То есть, как мы видим, комплекс мероприятий достаточно такой широкий, который не будет давить моментально, немедленно, сразу тяжким грузом, налоговым грузом на собственников имущества. Поэтому эти вопросы, конечно, бесспорно нужно учитывать. Но вот если конкретизировать, ну вот, допустим, квартира в центре города, какой-то определенный метраж, давайте условно назовем 100 квадратных метров, насколько она будет выше, насколько выше человеку придется больше платить по сравнению с прошлым годом, вот в следующем? Да, в 2019 году. Возьмем 100 квадратов, положим, ульцентральный район. Сегодня там, условно говоря, интервьюционная стоимость порядка 500 тысяч рублей. Кадастровая может быть порядка 4,5 миллионов рублей. Соответственно, если 20% мы на первом годе выплачиваем, то по той формуле, которая определена, она очень сложная формула, кстати, непростая, с учетом налогового вычета, для тех, кто не является льготником, то есть пенсионер, инвалид и так далее, то, что мы говорили, по 407 налогового кодекса, то где-то сумма выходит, если мы сейчас платим 2, условно, 1900, то будем платить 2,300. Затем это будет выше, при 0,1 ставке максимальная сумма будет порядка составлять 3,800 рублей в год. Если это 0,3, самое высокое, то это уже под 10 тысяч. Поэтому мы и сказали, муниципалитет должен определиться, как он будет вводить. То есть минимальный 0,1, 0,2 или 0,3%. То есть дело за муниципальными властями, да, Андрей? В большей степени влияет на муниципальное решение. Вот обратите внимание, не коммерческая даже сама стоимость, которая вытекает, а именно вот как раз какую ставку применит муниципалитет. Ну, если, допустим, грубо говоря, городские власти Тюмени принимают решение по самой максимальной 0,3, в будущем у них есть возможность снизить ее? Конечно, есть. Это все в их руках. Пока такое решение, учитывая анализ, проведенный и по сбору налогов, и по сумме, которую придется людям платить. Но вот еще раз обращаю внимание, о чем сказал очень подробно Владимир Ильич. Большая категория людей с низкими доходами, пенсионеров и так далее, они не облагаются в этом плане налогов. Поэтому вот когда порой мы, не вникая в детали, говорим «караул», это, конечно, неправильное поведение. Надо тогда уже повнимательнее почитать закон. Ну, наверное, мы сейчас тоже стараемся как-то объяснить. Большую группу людей с низкими доходами это вообще не касается. Не коснется. Да, не коснется. Еще одна новость, которая встревожила на сей раз автомобилистов, Владимир Ильич, это повышение налога на автомобили с 100 лошадиных сил до 150, раньше не платили. Или, вернее, даже речь идет о том, чтобы отменили льготы. Так мы же не повышали ничего. Была льгота действительно, и мы понимаем, в связи с чем была эта льгота. Для того, чтобы население более было ориентировано на отечественный автопром. Но одновременно мы, извините, из бюджета. Ведь льгота, она не из воздуха компенсируется, она компенсируется из бюджета. Из наших с вами доходов, из других статей доходов налог, там, на доходы физлиц, или налог на имущество, или налог на прибыль даже. Мы сказали, все, все, что положено, давайте будем платить на до 150 лошадиных сил. Повысили, повысили на 1,1 на автомобили стоимостью свыше 3 миллионов рублей. И в три раза практически, коэффициент 3, на автомобили стоимостью более 15 миллионов рублей. Чьи, кого ущемили? Тот, кто купил автомобиль за 15 миллионов рублей, он может заплатить безболезненно на несколько десятков тысяч налога. У него такой автомобиль дорогущий. А для вот той категории, которая сегодня массово за рулем ездит, просто убрали льготу. Потому что сегодня, к сожалению, бюджет напряженный. И датировать приобретение автотранспорта через эту налоговую льготу мы, конечно, уже не можем. Потому что нам нужны затраты на образование, здравоохранение, социальную политику. О бюджете шла речь и на этой неделе достаточно часто ее поднимал эту тему губернатор Тюменской области. Практически всю неделю он отработал в Москве. И была большая пресс-конференция в РИА Новости. Мы сейчас посмотрим небольшой фрагмент с нее и вернемся в студию. На пресс-конференции в Москве речь шла о региональной промышленной политике. Напомним, Владимир Якушев возглавил рабочую группу Госсовета, которая должна подготовить предложения по развитию экономики. Как пример, опыт Тюменской области. За последние годы мы сделали огромный рывок, превратившись из аграрного региона в индустриальный, отметил глава региона. В том числе и в успешной реализации целого ряда инвестпроектов. Ровно 10 лет назад промышленность во внутреннем региональном продукте нашего субъекта составляла всего 9%. Сегодня это уже почти 40%. И те инвестиционные проекты, которые в ближайшее время будут введены в течение окончания 2017 и 2018, а уж в 2019 году, когда будет введен в строй завод по выпуску полипропилена и полиэтилена на Тобольской площадке Сибура, то объем промышленности во внутреннем региональном продукте будет составлять более 50%. Андрей Викторович, не случайно такое внимание промышленной политики. Я вот напомню слова заместителя губернатора Вадима Шумкова, который сказал где-то недели две назад следующее, что практически все, что можно сделать в пределах Тюменской области, областные власти сделаны. Вы с этим мнением согласны? И он еще сделал ссылку сейчас, как говорится, мяч на стороне федеральных властей. То, что он говорил именно о ресурсах, которые госвласть, да, органы госвласти могут предоставить бизнесу. Да, именно про это решила. Мы задействовали все возможности, которые нам в самом деле позволяют законы. Но для развития дальнейшего, если говорим шире уже, то, конечно, я ожидаю и дальнейшее развитие, потому что мы сейчас делаем, опять-таки, на уровне нашего областного законодательства мощную налоговую поддержку информационным технологиям, компаниям, которые с этим связаны. У нас вышел буквально недавно такой закон о поддержке, опять-таки, налоговой, налоговой льготы. То есть практически ничего не платить не будет для революции? Я думаю, что это даст свой эффект. Бюджетные наши возможности осложнены. Поэтому мы вчера отказались от такой меры поддержки инвесторов, как бюджетное субсидирование. Деньги мы, к сожалению, для них, для инвесторов из бюджета уже давать не сможем, не будем. Все остальное мы оставили. Вадим Шумков имел в виду, что пора федеральному центру финансово раскошелиться и за счет резервного фонда или фонда национального благосостояния поддержать инвесторов. Вот к чему посыл идет. Я полагаю, губернатор тоже на пресс-конференции об этом же речь ведет. Поскольку на субъекты постоянно увеличивается нагрузка, расходная это и по социальной политике, образованию, здравоохранению, ЖКХ, ПК-премонтам. Федеральные центры при этом даже у нас изымают то, что раньше давал. Не то, что там что-то новое помогает. Да, у нас изымают. А они даже изымают то. По сельскому хозяйству, да, большое изъятие. Поддержка агрокомплекса. И мы вынуждены же опять-таки, вот мы сейчас в сентябре добавили миллиард 300 на агропром. И прежде всего на развитие сельхозпроизводства. Потому что развиваться надо, надо поддерживать. Но это уже другие формы поддержки. Да. Ну, нам не хватает лоббистских каких-то возможностей. Так это общая ситуация по стране. Это не настолько наш какой-то регион. Нет, у нас есть, скажем так, если это можно сказать, минус. Нас считают богатым самодостаточным регионом. И поэтому нам всегда меньше перепадает из федеральных денег. Вот только что опять был дележ денег на культуру федеральную. Нам совсем мало перепало. Хотя другим регионам там в разы больше. Вот подход такой. Ну, вы богатые. И у вас сейчас там часть, значит, доходная 139 миллиардов. Ну, что вы хотите? Там бедноты полно. Вы потом. Ну, это все. Вы понимаете, Минфин умеет считать. По крайней мере. И они видят четко бюджетную обеспеченность каждого субъекта федерации. И, конечно, если смотрят Тюменскую область с доходной частью порядка 140, уже на 145 миллиардов, мы вероятнее все увидим в 2017 год. А когда, положим, Воронежская область 84 миллиарда, из них только 42 сами зарабатывают, то им, конечно, начинают это давать. То есть принцип так называемого бюджетного выравнивания субъектов федерации. Но бьет как? Те, кто работает, им говорят, вам хватит, мы вас не поддержим. А кто ждет из федерального центра подачки, тому... То есть это как раз... Тонкий очень момент. Тонкий момент. И здесь... То есть как бы справедливость в двух хипостасиях. Да, с точки зрения федерального центра, с точки зрения Минфина. Вот я был в Волгоградской области, в командировке. У них население ровно в два раза больше, чем у нас, а бюджет ровно в два раза меньше, чем у нас. Вот и что ты на это скажешь? Говорят, ну, ребята... Тут лоббистки хоть какие-нибудь. Вам и так хорошо, другим хуже. Вот мы помогаем тем, кому хуже. Мы-то говорим... Вы же сами декларируете. Если мы работаем, вы нам должны помогать дальше двигаться. Мы же там налоги платим, и федеральный бюджет, и все. Ну, вот тут как бы, видите, и то, и то. Сейчас мы еще одну тему затронем, которую я не могу не обсудить в октябре этого года. Он у нас особенный. Да, тем более про Навича Ульяна Владимировича в студии. Да, тем более при вашем присутствии в студии, Иван Ильич. Не так давно состоялись губернаторские чтения, посвященные как раз столетию революции. Мы сейчас посмотрим сюжет с них и вернемся в студию. О пике развития царской России, ненужной стране войне и ее последствиях начинаются губернаторские чтения с одного из самых спорных периодов – 1917-й. Октябрьской революции в этом году уже сто лет, а дискуссия, была ли она нужна, продолжается. Это пример политики памяти в России. Удачный пример. Это очень большой и сложный вопрос, какой она должна быть, но главное, что она должна сохранять диалоговое пространство, и она должна быть направлена на осмысление сложных вещей, а не однозначно возвеличивание собственного общества. Не переписывать историю, а знать, не участвовать в войнах памяти, которые захватили многие страны, а извлекать из прошлого уроки. Это стало главной мыслью губернаторских чтений. У истории надо учиться, и есть чему научить. Когда мы начинаем поднимать материалы, очень много удивительных фактов появляется. Оказывается, этим уже занимались в 50-е, 60-е годы на территории нашего субъекта. И есть интересные находки, исследования, умозаключения, которые сегодня могут лечь в основу всей той огромной работы, которую мы проводим. Уже не первый раз на губернаторских чтениях обращаются к историко-философским вопросам, чтобы через прошлое лучше понять настоящее. И каждый раз академическое знание находит практическое преломление. Когда-то, на мой взгляд, в какое-то время тот или иной исторический факт, историческое событие, оно как-то странно выстреливает, когда уже тех участников давно нет, и совсем иные люди в жизни России участвуют. Понимать эти процессы, оценивая, исходя из философских познаний, это в какой-то мере предвидеть будущее, которое ожидают страну и общество. Это будущее не в материальном. Человеческий капитал – единственное, что можно противопоставить мировым вызовам. И история уже показывала, что бывает, если это богатство не создавать и им не дорожить. Владимир Ильич, вот вы про процесс сказали в ходе интервью. А он осмыслен на самом деле, все, что произошло тогда? Вы знаете, я хотел бы сослаться на патриарха Кирилла, его последнее высказывание, которое опубликовано в АИФ номер 42. Россия стремительно шла к большевистской революции. На тот момент она была уже неизбежна в обстановке всеобщего хаоса, фактического безвластия и военного кризиса. Говорит патриарх России и церкви, которая достаточно серьезно пострадала после революции, поскольку идеологии отличались кардинально. Что он далее говорит? Возможно ли объективная оценка истории? Спорный вопрос и предмет баталии. История – очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов, как национальных, так и антинациональных. Вот ответ на тот вопрос. Мы сейчас должны… Вы понимаете, то, что было, неизбежно. Оно уже «не вернешься назад», «не переиграешь», «не переиначишь». Оно состоялось. Факт. Поэтому на сегодня мы должны сделать выводы. А где мы допустили, может быть, ошибки? А вероятнее всего, что ошибка была в том, что Россия экономически неверно развивалась, когда значительная доля крестьянства, населения России беднела, рабочий класс, который более был подготовлен, был малочисленен. И земля не была у крестьян. Ведь патриарх Кирилл прав. Неизбежная революция была. Меня одна цифра удивила. То, что поддержка и социал-демократии в 1917 году, максимальная цифра в ряде стран Европы, Западной Европы, была 42%. Минимально 2-4%. Поэтому говорить о том, что какой-то состоялся переворот, не исторично. То есть идеи витали в воздухе по всему миру? Да. Андрей Викторович, вообще, когда речь о революции заходит, и когда читаешь те или иные мнения, такое впечатление, что мы до сих пор не примирились друг с другом. По-прежнему можно всех делить. Одни большевики, другие белые гвардии, третьи эсеры, четвертые анархисты и так далее. С чем я могу согласиться с Владимиром Ильичем абсолютно, что, конечно, ситуация очень была сильно, скажем так, усложнена войной. Это общепризнанный факт. И второй момент, который очень тоже важный, как элита, скажем так, да, особенно Государственная Дума, себя вела деструктивно, фактически сама себя хоронила. Но им почему-то казалось, что они сейчас придут в классе, и все будет хорошо. Вот об этом очень много написано книг. Я вообще предпочитаю книги читать тех людей, которые в то время жили. Причем не политиков, а историков. То есть обращайтесь с первоисточниками. Надо знать и свою историю своей страны. И это очень важно, на самом деле, для нашего будущего. Причем я согласен с Андреем Викторовичем, смотрите историков того периода времени. Потому что они ничей заказ не выполняли, они не работали по архивным документам. А уже поздние историки, уже поздние историки, они уже выполняли заказ политический и социальный. Ну что, спасибо вам большое, что сегодня были гостями нашей программы. Я желаю вам всего доброго. Я думаю, до встречи в нашей студии. Революция и все, что с ней связано, заслуживает, конечно, отдельного разговора. И к этой теме мы вернемся в самом ближайшем будущем. И это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. Всего доброго. И не забывайте смотреть объективно. На все. Редактор субтитров А.Семкин